Почти 5,5 миллиардов тенге в реализацию проекта вложил иностранный инвестор. Один из действенных примеров регионального развития ГЧП в сфере медицины. Началось все с передачи скорой помощи в доверительное управление турецкой компании. В 2016 году обновился парк существующей службы. Тогда у медиков появились 16 новых реанимобилей, 16 неотложек и 2 диагностические машины. Следующий шаг – строительство новой станции, которая завершилась уже в текущем году. Я хотел бы от вашей имени поблагодарить наших турецких друзей, которые приняли наше предложение. В прошлом году мы начали и вот видите, где-то за полтора года построили. Это пока будет обслуживать город Ахтубе и ближайшие населенные пункты, но в дальнейшем у нас в плане, чтобы эта станция обслуживала всю область. Вот тогда еще более доступное, быстрее будет оказание медицинской помощи населению. На торжественной церемонии открытия станции присутствовал весь свет и руководящий состав Актюбинского здравоохранения. Событие действительно для города значимое, судя даже потому, что им заинтересовались представители сферы медицины из Оренбуржья. К презентации приурочили и награждение местных врачей и ветеранов. Головная станция расположилась в перспективном микрорайоне Баттас-2 в трехэтажном здании на площади 4400 метров. Объект рассчитан на 75 тысяч выездов в год с внушительным парком машин, 34 единицы санитарного автотранспорта. Гаражи оборудованы теплыми боксами, мойкой и мелкосрочной мастерской. Еще одно нововведение – это специальная компьютерная программа для обеспечения связи с Минздравом и всеми больницами Актюбе, а также колл-центр и GPS-навигация. «Центр, который будет отвечать всем требованиям международных стандартов, то есть GPS будет оснащен GPS, машины все будут оснащены GPS, все будут видеть, какая машина где находится, за сколько минут доезжает до пациентов. Вот эти все параметры для нас очень важны, для населения очень важны. Поэтому мы будем работать для улучшения качества». Новая станция скорой помощи соответствует всем международным стандартам. Кроме данного объекта, в рамках государственно-частного партнерства предусмотрено строительство трех подстанций в самое ближайшее время. Главная цель – сократить время прибытия бригад до 10 минут и сделать оказание экстренной и неотложной помощи населению доступной и качественной. Ирина Гутися, Жаслан Жубаев, программа «Факт». Субтитры создавал DimaTorzok